Герасим Матвеевич Курин В глазах его сверкал огонь любви к Отечеству. Такими словами отзовется один из современников о Герасиме Матвеевиче Курине – простом русском крестьянине, ставшем в войну 1812 года предводителем непобедимого крестьянского партизанского отряда, стяжавшего славу своими доблестными подвигами. Герасим Курин родился в 1777 году в деревне Павлова Московской губернии в крестьянской семье, но, вопреки расхожему мнению, крепостным он не был. Сведений о жизни Курина до 1812 года почти нет. Известно лишь, что хозяйство у него было крепкое, был он, судя по всему, человеком торговым, женился на представительнице купеческого рода и имел двоих сыновей. Война 1812 года, по праву названная «отечественной», вызвала в простом народе сильные патриотические чувства, нашедшие свое воплощение в партизанском движении. Дубина народной войны, по словам Льва Толстого, поднялась со всей свою грозную и величественную силою и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все вражеское нашествие. Одним из самых известных русских героев-партизан стал 35-летний Герасим Курин, организовавший в начале войны вокруг себя отряд в 200 смельчаков. Благодаря авторитету и организаторскому таланту Курина, имевшему по рассказам очевидцев особливую расторопность, смелость и отважность, а также правому гневу, вызванному насилием французов, численность отряда быстро увеличивалась, достигнув более 5000 человек. Несмотря на то, что плохо вооруженным, не имевшим военной выучки крестьянам приходилось драться с лучшей армией Европы, партизаны Курина одерживали победу за победой. Истребляя оккупантов, крестьяне добывали богатые трофеи, среди которых особенно ценными были вражеское оружие и обоза с провиантом. Наполеоновский маршал Ней, чьи отряды занимались сбором провианта и фуража для находившихся в Москве основных сил французов, был взбешен дерзостью русских партизан. Чтобы прекратить их нападение в тылу, Ней отправил два эскадрона лучших драгун для уничтожения партизанского отряда Курина. Однако французский маршал явно не рассчитал сил и смекалки русских крестьян. Курин, предусмотрительно устроив засады, мнимым отступлением заманил французскую конницу в западню и при поддержке авангарда Владимирского ополчения разгромил ее. Поразительно! Как простой крестьянин, не имевший никакого военного опыта, не знавший ни тактики, ни стратегии, настолько успешно действовал против прекрасно обученных французских солдат. Партизанский отряд, сражавшийся под началом Курина, вышел победителем из семи столкновений с французами, не потеряв за время боев ни одного дружинника. В этом была огромная личная заслуга как самого Герасима Курина, так и его верных помощников Егора Стулова и Ивана Чушкина. Победы настолько окрылили партизан, что они решились на штурм Богородска, в котором находился маршал Ней, и только преждевременное отступление французов из города не позволило Курину попытаться осуществить этот дерзкий план. По окончании войны Герасим Курин и его соратники Стулов и Чушкин за свои подвиги получили из рук московского главнокомандующего графа Ростопчина Георгиевские кресты и медали «За любовь к Отечеству». А спустя три года герои были представлены императору Александру Первому, который повелел наградить Курина за его заслуги перед Отечеством огромной по тем временам суммой – пятью тысячи рублями. Известно также, что бывший предводитель партизанской дружины был избран волосным головой и, купив себе добротный двухэтажный дом, проживал в центре Павловского посада. Скончался герой Отечественной войны в 1850 году в возрасте 73 лет и был похоронен на местном приходском Павловском кладбище. Имя легендарного партизана носят улицы Москвы и Павловского посада, а на малой родине Курина установлены памятники герою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok